Добрый день, друзья! С вами канал обучения и саморазвития. Наш сегодняшний разговор о грозах, а именно как вести себя во время грозы, чтобы избежать неприятностей. Эта шумная гостья никого не должна застать врасплох. Грозы бывают не только в начале мая, поэтому обратите внимание на информацию о том, как надо себя вести при грозе. Это касается всех. Мы расскажем, в каких местах чаще всего случаются смертоносные попадания молнии и что делать во время грозы, чтобы уберечься от таких попаданий. Какие же существуют последствия грозы? Природа частенько пугает нас не только ливнями или снегопадами, но и смерчами, ураганами и грозами. Про меры предосторожности при грозе нужно помнить всегда. Почему? Грозы не просто пугают детей и животных, а доставляют человечеству серьезные неприятности. Еще лет 10 назад нам казалось, что от грозы нет никакого вреда и особенно мы не задумывались, что делать, когда гроза. Но сейчас от поражения молнией во время грозы могут пострадать леса, здания, люди и животные. Самое время вспомнить меры безопасности во время грозы, чтобы не стать ее жертвой. Мы часто слышим в новостных сообщениях о пожарах, возникших из-за молнии или гибели людей после прямого попадания природного электрического сгустка в человека. Какие же опасные участки для людей при грозе? Наиболее безопасным местом считается лес с деревьями, а вот смертельно опасные участки – открытые поля. Многие забывают, что делать во время грозы. Результатом бывает смерть. Первая мысль – укрыться. Укрываться можно не только в лесу, но и в помещении. Дома, магазины относятся к безопасным местам, однако в зданиях можно напороться на шаровую молнию. Что же нам известно о природе молнии? Природа молнии не хочет открываться науке. Даже современным ученым такое природное явление преподносит все новые и новые неприятные сюрпризы. Современный человек может установить молнииотвод, но это замечательное устройство спасает только от точного удара молнией, но не от вторичных поражений. Поэтому меры предосторожности при грозе надо внимательно изучать и запоминать. Опасно, если молния затронула территорию, находящуюся в радиусе до километра от дома с молнииотводом. Во время такого чрезвычайного происшествия электрические разряды могут переместиться в здания по трубам, водоснабжения, электрическим сетям или газопроводу. Такие передвижения энергии могут резко повысить напряжение тока, что приводит к возгоранию и повреждению бытовых приборов. Надо сделать все возможное в данной ситуации, чтобы обеспечить безопасность во время грозы себе и тем, кто находится рядом. Как вести себя во время грозы? Постарайтесь отключить все бытовые приборы от сетей и откажитесь от использования мобильной связи. Не приближайтесь близко к окнам. Откажитесь от использования водопровода. Закройте форточки, чтобы прекратить образование сквозняка, способного притянуть опасную молнию. Прекратите подбрасывать в печь или камин дрова. Дым обладает высокой проводимостью тока, чем превосходно притягивает молнию. Если вы стоите на открытом пространстве во время бушующей стихии, то не ищите убежища под высокими деревьями. Такие насаждения не спасут, а навредят. От гигантов лучше уходить на расстояние до 40 метров. Опасны для укрытия сосны, ели, дубы и тополи. Никогда не используйте их как укрытие во время грозы. Запомните это. Хорошими защитниками считаются березки, ореховые деревья и клёны среднего роста. Рискованно укрываться от природной молнии под теми насаждениями, которые были раньше обезображены ей. Они могут пострадать от молнии вторично. Во время непогоды в городе можно уберечься в жилых зданиях или офисах, а вот с остановок автобусов и троллейбусов лучше удалиться. Как укрытие во время грозы это не самые безопасные места. Небольшая пауза для отдыха глаз и тренировки осознанности. Прикройте глаза, расслабьтесь и вспомните. А не забыли ли вы поставить лайк под этим видео, а главное подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы присоединиться к нашему сообществу мудрых, добрых и постоянно развивающихся личностей. Чаще тренируйте осознанность. Всем добра и мудрости. А мы продолжаем. Как себя вести во время грозы на открытой местности? Необходимо не стоять, а присесть под низкорослыми деревьями или кустами. В период дождя и грозы не пользуйтесь зонтом. Его металлические детали становятся опасными во время молнии. Не стойте и не сидите под линиями электропередач. Избегайте для укрытия во время грозы таких мест, где есть мокрые стены с растущими рядом высокими деревьями. Опасно находиться на пригорках и открытых местах с проходящими рядом металлическими заборами или сетками. Как средство безопасности во время грозы можно использовать личный автомобиль. Только во время молнии поднимайте автомобильные стекла, останавливайтесь на обочине или медленно двигайтесь к стоянке. А вот трактор на поле, любимый велосипед или мокрый мотоцикл на дороге наоборот являются объектами притяжения для электрической энергии в качестве средства безопасности при грозе не годится. Открытые транспортные средства стоит установить и уйти от них на безопасное расстояние. В начале грозы не плавайте в озере и не пытайтесь поймать долгожданную рыбку. Возвращайтесь к водоему, когда гром и молния прекратятся. При нахождении в открытом поле старайтесь быстро покинуть такой страшный участок, поискав лесные насаждения или ближайший населенный пункт. Во время перемещения обходите одиночные деревья и высокие строения. Как уберечься от шаровой молнии? Если уж об обычной молнии трудно рассказать подробности, то шаровая молния это вообще загадка природы. Шаровая молния появляется по причине скопления электрических разрядов в одном месте. Энергия концентрируется и образуется светящийся шарик, который плывет только по ему известной траектории. Напряжение энергии так сильно, что способно сжечь даже мрамор и гранит. Если уж к вам в помещении попала шаровая молния, то стоит моментально взять себя в руки, успокоиться и не двигаться. Потоки воздуха потянут молнию за собой, а при столкновении с любыми предметами шаровая молния взрывается. После такого непрошенного вторжения лучше замереть или осторожно лечь на пол, чтобы не попасть в эпицентр взрыва, что чревато летальным исходом. И если вы во время грозы, а также после нее оказались на открытом пространстве и заметили, что образовалась шаровая молния, то не стоит ждать, пока она вас разорвет на кусочки, следует искать укрытие. Для начала надо выбросить все металлические предметы. В качестве убежища подойдут огромные валуны и толстые деревья. Деревья должны быть шире, чем диаметр шаровой молнии. Палатки и легкие деревянные домики для укрытий не годятся из-за высокой температуры шаровой молнии. Какие выводы можно взять из приведенной информации? Кто предупрежден, тот вооружен. Если знаете, как себя вести во время грозы, то убережете себя и близких от опасности и вреда здоровью. Вы не сможете управлять грозой, но можете понять, где она находится. Если от вспышки молний до грома проходит некоторый промежуток времени, то опасность далеко. А если сразу за молнией начинается гром, то гроза уже у вас над головой. В любом случае, не надо паниковать, а следует принимать меры безопасности при грозе. Это надежное средство уберечь себя и тех, кто оказался рядом. Запоминайте, как вести себя во время грозы и живите долго и здорово. Желаю вам спокойствия и готовности к грозе и молнии. Собранность и спокойствие помогут вам не пострадать от самой шумной грозы. Спасибо большое. Всего вам доброго. Но на этом еще не конец. Вернее, все только начинается. Большая просьба именно к тебе лично. Не забудь подписаться на этот канал обучения, общения и саморазвития, чтобы каждый день становиться все успешнее, осознаннее, добрее и мудрее, развиваясь вместе с нами и нашими экспертами. А главное, общаясь с огромным сообществом, развивающихся в разных направлениях людей, среди которых легко сможешь найти себе по-настоящему правильных друзей со схожими интересами, которые будут тебя мотивировать к новым достижениям. Не бойся дружить, советовать и помогать другим в комментариях. И, конечно, чтобы получать оповещения о последних и самых полезных видео, рядом с подпиской необходимо нажать и на колокольчик. Также не забудь поставить лайк, если тебе понравилось видео. Напиши свое мнение или вопрос по теме, а другие зрители и наши эксперты постараются отвечать максимально быстро и развернуто, ведь мы читаем все комментарии. Поддержи нас и развивайся вместе с нами. Ну и, конечно, если ты больше любишь читать, то заходи на наш официальный сайт «Портал обучения и саморазвития», где можно найти тот же материал и в печатном виде. Ссылка на эту статью на сайте будет в описании. А если у тебя есть возможность поддержать развитие проекта материально, то найдешь там же и ссылочку на пожертвования и помощь каналу. И главное, не забудь поделиться этим видео с друзьями. Давай делать больше хороших дел, распространять знания и помогать друг другу. Доброты и мудрости, к сожалению, так не хватает этому миру. А на этом будем прощаться. Рекомендую посмотреть и другие видео, в том числе на непривычные для тебя темы. Важных направлений саморазвития на самом деле очень много, поэтому мы подготовили большой набор лучших материалов, чтобы каждый мог найти нужное, а также имел возможность развиваться в разных темах, а не только зацикливаться одной, сужая тем самым свое видение, мышление и мировоззрение. Естественно, желаю тебе в любом случае мудрости, любви, успеха и всех остальных благ. Хорошего и продуктивного тебе сегодняшнего дня. А сейчас отправляйся заниматься полезными и добрыми делами в реальной жизни. Или, чтобы стать еще мудрее, переходи к просмотру следующего видео на автовоспроизведении или из тех, которые ты сейчас увидишь перед собой на экране. Всем добра! Субтитры создавал DimaTorzok